Возвращает спасибо. Почему люди повторяют? Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Господи, аллилуйя, аллилуйя. Потому что спасибо, я благодарен, слава тебе. Почему слава? Потому что все хорошо. Самый лучший девиз у меня из мультфильма «Беда», там корабль, там есть Боцман Лом, у него девиз. Все хорошо, идем ко дну! Это супер просто, супер классная идея вообще. Потому что если у человека все хорошо, он ко дну никогда не пойдет. Это гарантия просто. И вот эту силу, дающую возможность человеку не идти ко дну, вырабатывает благодарность. Человек всегда, когда он привязывается к плохой судьбе, он всегда плачет, скорбит, недоволен, обижается, думает плохо о ком-то. И это притягивает ненависть, злоба, это насилие, судьба создает насилие через людей. Это не просто так происходит, потому что реальные действия совершает муж. Люди вокруг помогают. Некоторые говорят, молодец, правильно, давай, иди туда. Придурков хватает. И это все создает хаос в психике. Так действует судьба. И человек должен отвлечься от этого всего, если он хочет ее победить. И своего ребенка, который еще не родился, здоровым сделать. И благодарность. Молитва означает благодарность. Благодарность. Вот моя молитва. То есть человек должен понять, что молитва означает благодарность. Нет благодарности, нет молитвы. Если ты хочешь контакт с Богом установить, прими свой крест. Он показал, чем заниматься. Есть люди, которые этим занимаются. То есть первое, христина это не тот, который крестик носит, понимаете? Христианин, любой человек, это тот, который свой крест принимает. Он, пример Господа, принимает свое сердце. Несет свой крест, означает благодарность. Он же не обижался ни на кого, когда он нес. Его плевали, в лицо кидали, он нес. Так? Значит, для чего? Он говорит, ибо иго мое благо, а бремя мое легко. Он говорит, иго мое благо, это что? Вот когда человек, допустим, плохой, он всем приносит беспокойство вокруг. Это значит, что у него грехов много. Его иго не благо для всех. А когда судьба действует, означает, бремя становится тяжелым. Ты как бурлак на Волге живешь. И очень тяжело тянуть свою жизнь. А он говорит, иго мое благо, а бремя мое легко. И что это он крест-то взял? Он, кстати, его заставили или нет крест брать? Ему предложили два варианта, он выбрал один из двух. И поэтому человек должен принять свою судьбу, какая бы тяжелая она ни была. А пока он не примет, ее невозможно побеждать. Судьба не побеждается во вражде с судьбой. Если ты борешься против нее, прими свой крест сначала. Пойми, что так действует судьба. Почему все вокруг тебя так плохо себя ведут? Потому что так положено тебе, ты должен научиться быть сильнее. Судьба только этому учит человека больше ничему в этом мире. И поэтому есть пример, который мы должны изучать. Судьба, а есть милость. Как выйти из зоны судьбы и войти в зону милости? Для этого нужно войти в зону любви Христа. Или войти в зону милости. Означает, принять свою судьбу. Если ты не согласен, будешь страдать дальше. Да, мои хорошие? Можно вопрос задать по ответу? Конечно. Спасибо. Вы говорите всегда, что нужно принимать свою судьбу. Ну, по-моему, я митей включить. Секретная кнопка какая-то. Да и так слышится нормально. Акустика хорошая в зале. Вы говорите, что нужно принимать свою судьбу. Что нельзя разводиться. Ну, нежелательно, да? Нужно принимать свою вторую половину. Ну, вот, знаете, мой жизненный опыт, моя практика показывает, что вот все, кто развелись и выходили второй раз замуж, они все гораздо счастливее во втором браке. Вот как это объяснить? Вы поняли все, у кого первый брак? Ну, понятное дело, что не 100% разводятся. Кто-то всё равно остаётся в браке. Вы поняли, что не 100%? Все остальные поняли? Кто-то один, два, три так остаётся. А остальные все разводятся. И во втором браке уже... Во втором браке это редкость, когда кто-то разводится. Ну, среди моих знакомых. Да? Вы уже в первом-то развелись или намылились только? Намылилась? И вы сейчас всем это доказываете? Или только мне? Я хочу понять, как это работает. Сейчас бросите мужа, пять лет одна. Вот и проверите. Кто прав, кто нет. Вы думаете, что тот человек, который вы любите, вам будет с ним счастье? А я вам говорю, бросите мужа, пять лет одна. Вот и проверите. И посмотрим. Потому что я вам говорю слова, а вам придётся жить жизнью. Тот человек, которого вы любите, он очень чувствительный. Он не сможет жить с вами в семье. Потому что ваш муж очень терпеливый. Вам Бог хорошего человека дал, но вы его не любите. Вы любите другого. И это любовь, в которую вы верите сейчас очень сильно. На самом деле это не любовь. Это называется желание наслаждаться человеком. Любовь состоит из верности. И Бог вас сейчас на любовь проверяет. К человеку, который верен вам, в отличие от вас. И вот и проверите дальше. А вопрос вы мне свой задали. Потому что вы молитесь Богу, и Бог вам сейчас хочет помочь через меня. Понятно? И поэтому мне даёт знание о вашей жизни. И всё нормально? Спасибо. Ладно, ладно, всё нормально. Не создавайте ложные теории. Если вам хочется решить грех, совершайте тихонько. Не надо объявлять на весь зал. Иначе Олег Геннадьевич может много чего сказать интересненького. И в не том настроении, не нежном и ласковом. Вам мандаринка. Молодцы, а там бросайте. Иди сюда. Зачем бросать? Я стесняюсь идти. Тогда бросаю. Ловите. Всё равно я достигну своей цели. Пошла. Видите, как он выглядит. Такая красивая девочка. Хорошая. Счастья вам. Всегда, когда человеку трудно, ему нужно только счастье, только благословение. Больше ничего. Ладно, мы хорошие. Движемся дальше. Видите, как всё классно устроено. Только во втором плаке. В браке всё будет хорошо. Если вам плохо в первом плаке, надо намыливаться. Особенно астрологи помогают. Ты приходишь к астрологу, он говорит, у тебя два брака по судьбе. Думаешь, раньше выйдешь. Если этого астролога спросить, а у тебя сколько браков, он скажет, у меня ни одного. Олег Кеннадьевич, извините, пожалуйста, просто очень хочется задать вопрос. А вот что делать, когда ты только начинаешь работать над собой, всё понимаешь. Но как только начинаешь что-то делать, начинается паническая атака. То есть я же не делаю ничего плохого. Я наоборот пытаюсь как-то... Вам надо в воде лежать. Ага. То есть это расслабление психики? Обычно врачи советуют в земле. Но я советую в воде. Потому что у вас энергии воды не хватает, у вас чувствительность высокая. Вам надо 28 градусов, 70 минут по 7 ходить. Раз в две недели, два раза в неделю. И вам сразу легче станет начинать всё. Это другой вопрос технический, он простой. Но жизнь сильно портит, я согласен. Ну да, очень. Ну всё, мы решили. Спасибо. Я могу доказать вам то, что я сказал. Вы очень чувствительный человек, вам тяжело с людьми. Устаёте от людей. Отдыхать от них надо. Надо побыть одной. Так, всё правильно я рассказываю? В зависимости от настроения, наверное. По-разному. Это нехватка энергии воды в организме. Тонкой воды, невидимой. Это не то, что просто надо водой накачать, шприцами. Это энергия воды. Вот, допустим, в яблоке энергия праны – это упругость. Вот, допустим, взять арбуз, съесть свежий и постоянно писешь всю ночь. Но если ты пылёшь арбузного сока, писать не будешь ночью. Это одно и то же. То есть взять, выжать сок, там ничего. Химия одна и та же вообще. Ничего новенького не будет. И новенький, ну ничего не изменится. Но арбуз, когда ты ешь вот этот вот хрустящий, то после этого пойдёшь писать в туалет. Все знают. Это называется прана. И у арбуза прана энергия идёт вниз. Поэтому давит на почки и воду выкачивает из организма. Так действует прана арбуза. Прана – это энергия. Химический состав может быть одинаковый. Вот у ребёночка маленького, у него много праны, поэтому он пухленький такой. Ему хочется целовать в попу. Это энергия прана. А у бабушки мало. Она сморчилась, и у её попы никто не целует. Энергии праны не хватает. И даже если бабушка сделает пластическую операцию, и попу себе подтянет, всё равно праны больше не станет. Таким составом одинаковый, да? Состав химический одинаковый, а праны не хватает. Праны. Прана означает сила. Она в упругость идёт. Мужчины – мышцы, тоже прана означает. Вот. У женщины – встроенность. Женщина в спортзале занимается, а у ней мышцы не прибавляются. Она встроенной становится. У женщины в красоту прана идёт. Она становится встроенной, фигуристой такой. А у мужчины – это сильный. То есть прана может по-разному действовать. Прана также действует, как решимость. А энергия воды даёт спокойствие человеку. Спокойствие. Чувствительность снижается. И панических… Паника вообще – это означает нехватка воды. Спокойствие. Я вот прорубь, если залезу, после проруби – беспокоен, как танк. Никаких проблем вообще в жизни нет. Потому что самая чистая энергия воды – это когда нет тепла. То есть вода там 1, 2, 3, 4 градуса. Если ты в ней можешь сидеть на все 5 психических слоях, ты так сильно наполняешься энергией воды, что ты как танк просто. Все обиды в сердце улетают. Вот ты в проруби сидишь, вспоминаешь человека, на который ты обидишься, у тебя сразу… Нет обиды. И она потом не возвращается. Представляете, какая сила в энергии воды, если человек может усваивать ее в себе. Энергия воздуха – самая чистая – это снег. Чистейшая. Я сегодня… У меня много энергии нет? Я сейчас с вами разговариваю. Я сегодня полежал и наполнился энергией снега Екатеринбургского. Прямо возле бани лег. Это когда женщина там, она увидела, она говорит, «Ты чего, мужчина?» Я с похмелья говорю. Она говорит, «Ладно, я понял». Ну, я жутник во природе. У меня дедушка таким был. Итак, мы с вами немножко отвлекаемся, но в целом говорим о разных проявлениях трудностей судьбы. У нас такая тема. Мы разобрались в духовный слой, мы не стали подробно говорить. Есть социальный слой. И в социальном слое надо понять несколько вещей всего. Я вам просто инструкции четкие, ясные даю. Первое. Плохая судьба заставляет думать о себе постоянно. Как определить, хорошая судьба или плохая? Если ты постоянно «ла-ла-ла», значит, хорошая. О себе не думаешь. О себе начал думать, неважно почему. Пришла плохая судьба. А если не можешь спать, значит, это очень плохая судьба. А если ты не можешь еще есть, значит, тогда уже совсем плохая. Вернее, ты спишь, но думаешь. Это очень плохая. А если ты не можешь спать и еще не можешь есть, то тогда у тебя будет стресс потом несколько лет. Из него будет очень трудно выходить. Это признаки первого стресса. Это когда ты не можешь ни есть, ни спать. И считай дни. Если один день не ешь, не спишь, месяц будет стресс длиться. Если два дня – два месяца, это минимум. Три дня – три месяца. Четыре дня – четыре месяца будет стресс длиться. А если больше двух недель тяжело кушать и спать, значит, тогда ты можешь попасть в психушку. У тебя сломается психика просто. Поэтому есть разная степень тяжести, влияния судьбы. Судьба — это энергия, с ней надо что-то делать. Три уровня влияния. Духовный, память о Боге убирает влияние судьбы плохой. Социальный. Твоё правильное поведение. И мы сейчас об этом говорим. Первое, что надо сделать в поведении, это заставить себя совсем согласиться. Это не значит, что типа бейте меня сколько хотите, там, издевайтесь, уходите. Согласие означает, я согласен, что это нормально, что это происходит. Это правильно. Но правильно — это трудно сразу принять. Просто нормально. Так бывает. Это нормально. Понятно? И чтобы это сделать, чтобы принять, для этого нужно славить Бога. И много-много разных действий делать, которые я вам расскажу позже. Но цель — принятие. Потому что если вы хотите победить ситуацию, самое первое важно — не обижаться, не злиться, не гневаться, не попадать в депрессию, не падать духом, не ломаться. Принятие означает, что ты принял пулю на вздохе, чтобы солнце взошло на востоке. Ты согласен. Ты сражаешься. Принятие означает сильная позиция, а не слабая. Ты согласен. Как боксеры иногда выходят на рынок, и сильные боксеры не что делают. Они подставляют лицо, и ему совсем ударно — мах. Ему в лоб. Он такой — га! И пошел сражаться. Он принимает силёнок. И все. Он согласен со всем. По морде дали, он согласен. И когда ты видишь, что ты по морде кому-то даешь, а он согласен, страшно становится. Реально. Со всей силы ему мазанул, а он типа — отлично. Хорошо, Григорий, отлично, Константин. Блин, ты знаешь, что с ним вообще тогда можно сделать? Реально такие мысли возникают? Здрашное дело. Когда человек готов принимать судьбу, это страшное дело. Следующее — это позитивное мышление. Возникает только, если ты отвлекаешься от себя. Всегда, когда думаешь о своей жизни, возникает негативное мышление. Чтобы вы не осуждали своим подружками о своей жизни, всё заканчивается сплетнями. Всё заканчивается осуждением. Всё заканчивается недовольством. О чём бы вы о жизни не говорили. Если вы говорите о чём-то хорошем, ничего недовольственного не заканчивается. Как только о жизни, сразу в негатив человек идёт. Так устроена человеческая психика. Думаешь о себе — будет негатив. Не думаешь о себе — будет позитив. Понятно? Жень, ты что там? Тебе понравилось, что ли? Ты что, можешь сделать громче, что ли? А как идти к подружкам и не говорить о негативе? Во-вох, классный вопрос вообще. Так вот, есть два вида подружек. Есть подружки, которые настоящие, которые занимаются работой над собой, развиваются. И они хотят только об этом говорить. А есть подружки, которые перемевают всем косточки. Так это не подружки. И вот эти подружки тебе не помогут. И когда тебе станет плохо, они свалят. Настоящие подружки держат удары судьбы, значит, в позитиве живут. Способны думать о хорошем. Допустим, ты лежишь, и тебе плохо, ты болеешь. Подходит подружка и говорит, «Ой, блин, как я помню, мне так плохо, мне тоже плохо рядом с тобой уже. У тебя тебе так плохо, блин, ты думаешь, ты, слушай, идти, а я не могу. Другая подружка приходит и говорит, «А помнишь, мы с тобой ходили за платьем красивым? А помнишь, мы с тобой ромашки рыбали вместе?» Я говорю, «Оставайся, оставайся, побудь еще немножко». Вот такие подружки нужны. А не те, которые тебя тащат в дерьмо. А где мне взять такую песню? Есть метод. Если ты начинаешь делать добрые дела, людям помогать, даже просто желать всем счастья, это бесплатно. Мне говорят, у меня денег нет на добрые дела. Желай всем счастья, иди по улице. Бесплатно. Если ты будешь делать добрые дела, придет время, и Бог тебе как награду даст верного друга настоящего. Это от Бога люди. У меня их очень много. Если у меня не будет работы, кто мне поможет? Поднимите руку. Проблем нет никаких. Я безработным не буду точно. Ну, то есть, понимаете, верные друзья – это те, которые хотят тебе помочь. Они те, которые хотят с тобой помусолить что-то. Они радуются, когда тебе плохо. Они с тобой плачут вместе. Они силу проявляют. Они слабость. Они стоят и держат твою судьбу в своих руках. Не дают тебе упасть. Понимаете, это верные друзья. Они не ломаются. Не говорят тебе, вали от мужа там. Советы такие не дают. Со статистикой второго брака. Она не сама это придумала. Женщина никогда сама ничего не скажет. Женщина всегда опирается на чужую логику. Если она такое сказала, значит, есть человек, который помог это сказать. Этот человек не является верным другом. Это не от Бога человек. Если такая логика у женщины возникла, а кто такой верный друг, сейчас будем изучать. Понятна система? Все наканкался. Я плоды помнил или нет? Есть там такое дело. Очень крепкие они в дружбе люди. Равственные законы работают у них сильно. Там есть свои особенности, но в этом плане очень, очень эти люди. Можно равняться. Дружба очень сильна. Я там вырос. А? Я там вырос. Да, да, да. Дружба очень сильна, крепка у людей. Национальные особенности влияют. В этой нации люди любят дружить по-настоящему. Готовы ради нее отдать свою жизнь легко. А как понять, какой ты не можешь не задеть жизненный урок, если судьба тебя не разбудит с человеком? То человек не является другом, уже доказано там с первого месяца общения. Но он от тебя никак не уходит. Какие бы ни были отношения, как бы ты ему не говорил, он все равно около тебя. Как понять, какой урок избежать, чтобы судьба вас развела? Как вот от себя отбачил? Может быть, переехать в другой город только. Ну вот, бывают такие люди. Удобно ему с тобой все. Не трогайтесь сейчас, не надо. Она про мужа, она не про друг. А муж есть? Ну что, расписаться? А что пускаете тогда? А что пускаете? А что не пускает, сам приходит. Ну, какая хитрая. Не виновата я, он сам пришел. Ладно, моя хорошая, успокойтесь сейчас. Потом поговорим с вами. Хорошо. Я уже одно отругал, если сейчас второй будет. Будем, когда Геннадьевич какой-то психованный. Ладно. Хорошо. Движемся дальше. Итак, последовательность такая. Вы, допустим, чувствуете, что вы уже всем помогаете, заботитесь, ну, периодически ругаете мысленно людей, которые вас обидели. Значит, не будет полной победы. Потому что полного принятия нет. Насколько приняли, настолько будет победа. Допустим, на 20% приняли ситуацию, милость будет на 20%. На 100% приняли ситуацию, на 100% будет милость. Не приняли никакой милости. Милость – это Бог. Есть судьба, а у нее нет милости. Она очень жестокая. Она может убить, взорвать ядерной бомбой целый город. Ей пофиг. Она просто вот есть, как бы, судьба. Есть плохие поступки, ты там совершал, кого-то взорвал, в прошлой жизни тебя соберут в один город, потом бабах, и все трупы. Все. Вот. Судьба, ей пофиг. Есть милость. Милость приходит только к тому, кто вот это вот сделал. Понимаете? Не сделал, не придет милость. Прими свою судьбу, насколько принял, столько милости будет. Бог не будет вмешиваться, пока человек не согласен. Человек говорит, я согласен, я сделал преступление. Сразу, если он искренне это сделает, у всех прокуроров внутри, внешне, срок понятен, от и до. А у всех прокуроров внутри будет чувство, надо ему поменьше сделать. И через это чувство они уже будут действовать, а не через законы. Это называется милость. И милость, она вот всегда, только когда человек вот согласен. Когда ты согласен, ты же себе приговор делаешь. И кажется, вроде бы по логике надо дать побольше. А все происходит наоборот. И вот это как шаг в пропасть человека. Он соглашается. Свой крест берет, соглашается. И все наоборот. Он воскресает, а не уничтожается. А вот можно спросить, как раз вот про это, что вы говорите. Вот так вот все и было у нас, в нашей истории. Но, вот какая была моя ошибка, что я вроде бы не ростала, но не бежала, с деньгами. Можно сказать, что мы победили судьбу. У нас... Говорите для сил. А не деньгами прокуроров. У нас племянник мой, за которого мы все молились и приняли все. И он действительно вернулся раньше. Он был незаконно отбужден. Ну... А что с племянником не так произошло? Все хорошо произошло. Он вернулся наполовину раньше. И, ну, конечно, это была милость. Но вот лично я как раз забуделась обо всех. Но сейчас я вся... Вот, знаете, ну, у меня нет сил жить. Вот где-то была какая-то ошибка. Это же моя хорошая. Причем племянник-то? Он вернулся. Ну, мы за него все очень молились. Но моя хорошая, у вас нет сил жить, потому что пришел плохой период. Ага. Да? Да, он начался год и восемь месяцев назад. Он забрал у вас силы. И такие периоды вообще человека в гроб кладут, знаете? Вот они приходят, плохой период, и все, и человек... Ну, у вас два месяца всего осталось. Вы выживете, не волнуйтесь. Просто я об этом буду позже говорить. Есть методы, которые даже в этом случае помогают. Но вы связались, что вы перемолились и устали, и теперь вам плохо. Нет, это не связано. Это не связано. Не связано. Вы думали, если я за него молюсь, значит, я летать всю жизнь буду? Нет, нет. Я думала, что может быть какая-то ошибка, что ты... Никакой ошибки, все правильно сделали. Да. Да, он даже меняет свою жизнь начал. Лучше жить стал. Все, отлично. Спасибо большое. Теперь на себя сил не хватает. Да, вы ему все отдали, а на себя нет. Не только ему, там и маме. Вот слушайте дальше лекции мои сейчас, вот в этот семинар. Все вам расскажу, что вам делать. Спасибо большое. Сейчас надо принять судьбу. Плохой период принять. Вы ропщите. Думаете, я что-то не так сделала. Все так сделала. Мне кажется, что я их всех так любила. А сейчас... Они вас не любят. Ну, примерно так. Да. Нас никто... Мы одинокие здесь, в этом мире. Кроме Бога, никого нету человека. Вы, когда уйдете из этой жизни, останетесь одна, на день с Богом. Поэтому его надо найти сейчас. Его надо искать. Вы опираетесь на родственников в своей жизни. Это хорошо, что вы их любите. Но он должен быть ближе. Потому что он ближе к вам. Он останется один с вами, когда все уйдут. А если родственники с Богом, тогда ты уйдешь очень хорошо. 19 дней назад у меня моя любимая теща ушла из жизни. Она ушла в хорошем таком состоянии, здоровая. У нее был небольшой сердечный приступ. Ее увезли в больницу. И вставили катетер в сосуд. Попытались расширить сосуд суженный. И врачебная ошибка была. Через два дня у нее резкая как бы разрыв сосуда и мгновенная смерть. Потом она попала в тонкое тело, в психическое тело. Попала, вышла из грубого тела. Она плакала три дня. Неожиданно для нее было. Расставалась, плакала три дня. Я с женой, мы молились с ней. Слезы из-за близкого означает помочь ему страдать. Мы не плакали. мы смело очень себя вели. Думали о Боге, молились. Она успокоилась. Потом дальше у нее психическое тело сверху, с головы, с макушки началось сияние. И оно начало превращаться в тело райской жизни. Есть тело страданий формируется, тело райской жизни. Потому что она служила Богу последние годы, думала о Нем. И она была достойна пойти вверх. Там два пути есть. Есть путь на котором люди балдеют, как в Сочи поехали. А есть путь, на котором люди дальше идут в рай и служат Богу. Там красиво все, но они не балдеют, они там продолжают Богу служить. Вот она пошла по этому пути, где Богу служат. Она находилась рядом с нами несколько дней, где-то на четвертый день, когда у нее начало меняться психическое тело. То есть сначала скелет райского тела у нее возник, сформирован был, формировался где-то три или четыре дня. Все, что происходит с человеком, формируется за счет счастливых и верных мыслей родственников. Светлая память это называется. Мы очень светлую память думали о ней. В ней сформировалось успешно это тело. Потом в процессе формирования ее посадили на колесницу два сопровождающих было. И она полетела вверх на этой колеснице. Эта скорость не такая, как у нас здесь. Миллиарды километров в минуту. Другая Вселенная. Не Вселенная, другая галактика. Ну как бы место другое для жизни. Девять дней она двигалась туда. На девятой день она попала туда. Очень сильно обрадовалась. Она почувствовала счастье. Она приковалась к этой планете красивой, где все думают о Боге, молятся. Когда она пересекла земной уровень и попала в солнечный путь, это не то солнце, которое у нас, а невидимое солнце, которое дает всем солнцем энергию. Она туда пошла. Когда она попала туда, в этот момент, когда земной уровень пересекла, у нее вот так нимб над головой желтый возник, как на иконах. Такие вещи означают, человек идет по солнечному пути. И сейчас она ждет своего рождения. Мы с ней находимся и молимся за нее. Но если бы мы попали в такое состояние, как вы сейчас находитесь, ей бы было очень плохо. но почему мы ее не бросили? Потому что мы очень сильно верим Бога. А все люди, которые вас окружают, слабы в этом. Поэтому когда вам плохо, у них нет сил вам помочь. Поэтому изучайте, как правильно жить. Хорошо? Спасибо большое, Олег Иванович. Мы вам все очень благодарны, потому что вы тогда дали наставление мне, а я передала всем близким. и жене применю. Вот сейчас я вам дам наставление, вам не надо никому передавать, будь сами все делали. Вам сейчас никто не поможет, кроме вас. Все мое хорошее, дальше мы движемся. Я рассказываю сейчас про социальную силу, рассказываю вам формулу. Если вы крест не приняли, хоть всем помогайте, заботитесь, дома думайте о том, что все козлы не согласны со своей судьбой. Насколько вы согласны стали, настолько вам поможет ваше служение людям. Милость не заходит в сердце, в котором есть обида на Бога. Потому что когда ты судьбу свою не принял, это обида на Бога. Только он с тобой связан прежде всего. все остальные исполнители. Допустим, два человека жили в прошлой жизни вместе долго и постоянно были отморожены. Плохо, как бы, невнимательно относились друг к другу. Ну, были верными, но не служили друг другу, не заботились. И Бог наказал их. Он их вместе поместил в этой жизни, но не соединил. И сказал им, учитесь любить, а не отмораживаться друг от друга. Учитесь любить, он им сказал. Научитесь, будете счастливы. А они думают, как бы свалить друг от друга. оба так думают. Но у них ничего не получится. Потому что с прошлой жизни экзамен. Надо сдавать. Так, движемся дальше, изучаем тему. Итак, принятие, да? Чего он взял, крест-то пошел? Для чего? Оказывается, важно это, понимаете, вот свой крест взять. Так важно для каждого человека, что важнее ничего нет. Если ты ропщишь, как бы не хочешь, страдаешь, хорошо, ты говоришь, я хочу принять, но не могу. О, это правильный путь. Все. Вот будем учиться, как это делать. Если хочешь, не можешь, это нормально. Вот и учись, стань крепче, занимайся этим вопросом. Будем сейчас изучать. кроме принятия нужна энергия. Энергия нужна. Ты завянешь, как помидоры. Ты, допустим, приняла уже, что тебя пересадили в другую почву из теплицы на улицу. Чтоб ты росла на природе, но ты не приняла, потому что ты думаешь, блин, там так хорошо, тепло было, здесь, хреново, все плохо. Вот. У тебя два варианта, или сгнить, или потом расцвести и такой сейчас счастливой помидоркой стать. У тебя два варианта, но только принятие даст тебе возможность жить дальше. Надо принять вот эту почву, которая тебе не нравится, то, что холодно, там тепло было, здесь холодно, прими. Твоя жизнь, она для твоей пользы дана, там в теплице ты не проживешь, там всех пересаживают со временем. муж храпит, что с этим безнадежный случай. Знаете, вот у всех людей, у всех людей такие незначительные проблемы по отношению с вашим. не высыпаешься же, а потом ходишь вот такой. Вот все вообще не понимают, как важно, чтобы муж не храпит. Это самая большая сложность жизни. Муж нормальный, деньги зарабатывает. Это не важно, мы к этому уже привыкли. Очень хороший, красивый человек реально серьезный. Как кто пеет с него на храпит? Это мы тоже привыкли уже. Вот, тихо, верный человек, привыкли. Иногда только выпивает чуть-чуть. Тоже сейчас, чуть-чуть. Когда я начала духовные все вот эти истории делать. Видите, видите, она зацепляется, зацепляется за дерьмо. Есть сознание мухи, есть сознание пчелы. Муха, она, пчела, она летит к нектару, ничего не замечает вокруг. Муж хороший, там, он верный работает, хорошо, там все летит к нектару. Пчела тоже, она хочет сладкого вкуса, тоже летит к нектару. Муха, тоже летит к нектару, но по дороге замечает проблему. Там проблема, там проблема лежит, и она в эту проблему как бы залетает, вонючую эту проблему залетает, и там живет нахрен всю жизнь. Парыши у ней там в этом дерьме разводятся. Это муха. Она тоже хочет нектара, тоже сладкое любит, летит сладкому, но по дороге какие-то происходят изменения в мышлении. Не нравится такой, будет хуже. Ну, там другая сторона медаль. еще есть. Я вам говорю, не нравится такой. Нет, это понятно, я уже приняла, я просто ровно ухожу по руку. Есть такие шапочки? Помогают. Помогают. Шапочки, которые закрывают рот, вот так завязываешь ее. И он дышит носом только все. А, это им отец? Конечно. На ночь взяли, одели его. Вам надо днем это делать, а ему ночь. Ладно, ладно, я шучу сам, все, вы хорошая сейчас. Мандаринка, брошу. Давай. Хорошая такая девочка. Замучил он мне ты спать, сегодня три часа ночью всего спала, ну, что за жизнь. Ладно, муж хороший, но храпит скотина. Шапочку такую одеваешь, завязываешь, все, он согласится, но не сразу. Вообще причина есть нарушение энергии в организме, нарушение, которое приводит, и этот храп указывает на болезни скрытые внутренние. Эти болезни лечатся с помощью поста. И причина, да, причина, почему это возникает такие болезни, это ночной дожор. человек жрет на ночь. Да, вот. И вот это, поэтому потом храп, но это признак опасной болезни. вот он не слушает меня. Он, наоборот, говорит, что ты стала слишком умная, давай, вот у тебя четыре варианта, либо все. моя хорошая, все. Тихо, 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 тихо. Я рассказываю про лекцию о принятии судьбы. вот я и понимаю. Давайте, давайте, моя хорошая, дышите глубже. Вызвал много. Все, принимайте судьбу, сидите. Будет хуже. Я вас принимаю, вы мужик. Сейчас этим занимаемся, хорошо? Я вас, вот вы мне мешаете читать лекцию, я вас принимаю. Понятно. А вы мужик. Мы вдвоем с вами принимаем. А весь зал нас с вами принимает. Откачиваем мастер. Видите, сразу практически работа. Олег Геннадьевич, если хочешь эту тему серьезную поднять, тогда вот тебе практическое задание. Принимай мою девушку. Бог говорит, принимай вот ее, давай, она сейчас тебе будет мешать лекцию читать, а ты принимай себе. Я принимаю. То есть принятие это самое первое, что мы должны сделать для того, чтобы побеждать судьбу. То есть мужа надо принять. вот если женщина любит мужа, он храпит, ей так сладко становится. Ой, блин, как хорошо. И засыпается. если любви не хватает, непринятия не хватает мужа, то тогда чуть-чуть я напроснул сразу. Поднимите руку женщины, которые просто обожают, как муж храпит. Поднимите. Все, они любят. Любят все. Смотрите, есть такие женщины, смотрите, вон, сзади поднимают руки. Я не высыпаю. Нет, вы не высыпаете, потому что вы не принимаете мужа. Допустим, вот поднимите, вот вы, допустим, он храпит сильно? Не сильно. Вам хорошо становится? А? Я не слышу. У меня слава богу, что с луком нормально. Но у вас сзади девушка, он храпит, вам хорошо становится? А он сильно храпит? Я не слышу. Не, не вы, а вот сзади женщины. Я весь узнал, что ему сняться от мотоцикла, и нам окей. Ему сняться от мотоцикла? А вы так думаете, когда он храпит? Она думает, и мы сняться от мотоцикла, и сразу раз она его любит, потому что она любит, думает, мы любим мотоциклы сняться, и все, и сразу раз спать. Это тест женщины. Если любишь мужа, ну допустим, вот у кого сын храпит? Вы нормально спите? Ну, согласны, что приятно, когда он храпит? Значит, спит. Да. Идти есть. Приятно. Живой, значит. собачка, собачка, любимая, у кого храпит? У вас, да? Как, приятно? Нравится? он такой, он такой, моя любимая собачка. Принятие. Принятие. Любовь означает принятие. Решим, решим вопрос, не волнуйся. Это знак, знак вам. Знак. Не смог. Не принял судьбу. Накал обстановки и не дал ему работать дальше. Сдался он. Раз, два, три. Нормально слышно? Организаторы, надо батарейки поменять. А то сейчас этот сдохнет и у нас лекции не будет. Бобик сдох. Храпел. Не, он храпел, а потом раз и сдох. И что лучше теперь непонятно. Ладно. А второй не будет храпеть. Постепенно. А второй по карте, я понял. Второй уже нормально. Ладно, хорошо. Итак, движемся дальше.